Всем привет! С вами Ольга Чернова. Продолжаю свою огородную азбуку для начинающих. И вот сегодня будет тема формирования перца. Начиная разговор сразу, начиная разговор именно о формировании сладкого перца, сразу хочу сказать, что все огородники делятся на две группы. Не все формируют свой перец. Одна группа, те, которые формируют перец, всегда и всем рекомендуют, иначе выращивание они не представляют себе. И другие, это та группа, которая не делает этого никогда. И те, и другие получают урожай, и отличается он у них ненамного. Поэтому формировать или нет свои посадки перца каждый начинающий огородник должен решать сам. Так, это мы определили, что можно формировать, можно не формировать. И для начала вы должны узнать, что для формирования перца очень важен сорт. И есть различные способы формирования, которые существуют. Но сначала разберемся, что дает формирование перца. Вот, например, люди, когда делают всевозможные прищипки, общипки, чего они хотят добиться? Это нужно понять сразу, изначально. Вот я свои перцы последние годы не формирую, но делаю так не потому, что считаю это неправильным, а просто из-за нехватки времени. В последние годы я выращиваю очень много корней перца, томатов, более 1300 штук было в прошлом году. И я решила, что если перцы и без дополнительного вмешательства дают хороший результат, то я могу ограничиться вот такими дежурными процедурами, дежурным уходом. Прополка, поливка. И все свободное время провожу с томатами. Ведь если томаты вовремя не посынковать, то хорошего урожая не получишь. А если не посынковать перца, то урожай получается почти такой же. Так что, если вы работающий огородник, и у вас не хватает времени на формирование перцев, не волнуйтесь. Ваш перец прекрасно обойдется и без вас. Вот в самом начале я напомню, что я уже снимала одно видео 4 апреля, где видео под вопросом, нужно ли прищипывать верхушки перца и удалять ли этот коронный цветок, который образуется обычно у нас в развилочке. Но вот видите, не у всех в развилочке перцев образуются коронные цветки. Вот у меня развилочка, нет никакого цветка. Тут тоже разные могут быть варианты. Но когда я снимала про прищипывание верхушки перца, я уже говорила, что все манипуляции с прищипыванием и формированием зависят от сорта. И изначально нужно рассмотреть те сорта, которые вы выращиваете. Обычно низкорослые карликовые сорта не требуют ни прищипки, ни формирования. Особенно сорта с букетным типом формирования плодов на вершине куста. Такие, как, например, винни-пух. Я уже его показывала. Если вы прищипнете верхнюю верхушку или цветки на верхушке вот этого куста, мы уменьшаем этим самым урожай. То же самое о низкорослых томатах, которые сразу сами выпускают пасынки. Их сразу мы откидываем. Про них мы вообще разговаривать не будем. Они формирования не требуют. И они и так хорошо растут. Вот, глядя на свою подросшую рассаду, уже сейчас многие задумываются. Может быть, ее немножко пощипать, что-то отщипнуть. Как бы ее сформировать. Но вы должны знать, что вы хотите получить именно от этого перца. Что вы хотите добиться этим своим формированием. Ведь одни методы формирования направлены на получение более раннего урожая, более крупных плодов, в ущерб количеству урожая. А другие методы, наоборот, помогают получить большой урожай. То есть, сформировать много-много плодов. Но намного позже и, возможно, в этом случае количество плодов будет чуть ниже, чем в первом варианте. Ведь у перцев, как и у томатов, чем больше плодов формирует вот этот кустик, тем меньше получаются плоды. И обычно у них тоньше стеночка. Вот решив, что вы хотите, увеличить общую урожайность перца или ускорить созревание плодов, вы выбираете один из методов формирования куста. Вот хочу показать. Вот здесь нарисован тот метод, который ограничиваем мы количество плодов, этим ускоряя созревание плодов и укрупняя плоды. Вот такой метод, когда мы общипываем на 8, 9, там кто 10, и не даем вообще ему расти вверх. Оставляем только верхние пасынки, 3-4 штуки. И после какого-то количества плодов мы их тоже прищипываем, не даем расти перцу. Это все убираем. Вот этот метод у нас для ускорения созревания, для укрупнения. Но есть и другие. Я каждый потом буду вам рассказывать. И вот это вам нужно сразу определить, еще когда перец в рассаде. Для ускорения созревания обычно применяют метод удаления всех лишних пасынков, цветочных бутонов, листьев на стволе. На кустике оставляют 2-3 пасынка и 15 плодов, не больше, после формирования которых стебли тоже прищипывают. Вот такое искусственное ограничение завязи избавляет растение от лишних расходов питания на эти листья и цветы. И вместо того, чтобы тратить силы на формирование дальнейших вот этих новых плодов, перец начинает укрупнять уже имеющиеся завязи, и оставшиеся плоды в результате поспеют быстрее. Стенки у них будут толще, но их будет меньше. Если получение раннего урожая не первостепенная задача для вас, то растение формируют немного иначе. На нем оставляют больше ветвей и завязей. У меня пока нет схемы, я потом покажу каждый способ, когда буду рассматривать отдельно. И в этом случае куст перца может сформировать 25 и 30 плодов. Но если они все остаются на растении, то естественно созревание растения надолго затянется, размер плодов будет немножко мельче, чем в первом случае, и стенки могут быть потоньше. Вот хочется особо отметить про сорта перцев, великанов, у которых производитель сразу нам указывает максимальное количество плодов. Сейчас я вам найду вот, например, золотой телец. Тут уже сразу написано 14 крупных плодов. Больше оставлять не нужно. Они указывают то количество плодов, оптимальное для получения крупных, сочных плодов. Например, вот перец золотой телец, вот по этой схеме также 14 штук оставить, и будет хороший и крупный. Если больше сформируете, если по-другому, то не получите те характеристики, которые заявлены производителем. О высокорослых сортах тоже можно сказать, что производитель у некоторых сортов, сейчас найду, вот, например, где у меня лимонное чудо, они сразу указывают, что перец формировать в два ствола. Вот это. Так что вот такое, вот где 3-4 пасынка, вот такому сорту перца не подходит. Производитель хорошо, что сразу нам это говорит. Напомню о тех сортах, на которых написано, не требуют формирования, я уже говорила, вот. Он почти не дает пасынков, и русским языком написано, что сорт не требует формирования. Его тоже не нужно стараться окоротить, прищипывать, их желательно вообще не трогать. Вот это вступительное видео для общего ознакомления с темой формирования перцев. Но уже сейчас понятно, что тема сложная, неоднозначная и требующая внимательного изучения. Вот из сегодняшнего разговора повторю главное. Формирование перца напрямую зависит от сорта. Не все сорта нужно формировать. У некоторых сортов есть уже указанный производителем на пачке способ предпочтительный формирования, при котором вы получите наилучший результат. И если сорт и требует формирования, разных способов много, и вам нужно определиться, для каких целей вы будете формировать перец. Для ускорения созревания, или для увеличения общего объема урожая, ну и не важно уже, как быстро он поспеет, главное, что как можно больше. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. В следующем видео рассмотрим самый-самый первый способ, который вот формируется с прищипкой, для ускорения созревания и для укропления плодов, с помощью искусственного удаления лишних пасынков, листьев, побегов, цветочных бутонов. Оставляем очень мало, получаем очень крупно и быстро. До свидания. С вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. Желаю всем научиться все это внимательно изучить и выбрать самый оптимальный вариант для себя.